Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Напомню, что вчера Алла Борисовна Пугачева сделала сверхрезонансное заявление, поддержав тех людей, которые выступают против операции. Более того, попросила включить себя в список иностранных агентов вслед за мужем Галкиным. И шоу-бизнес раскололся, пишут, на два лагеря. Колчак не зря говорил, не трогайте кучеров, девушек с пониженной социальной ответственностью и артистов. Они ложатся под любую власть. Так вот, вы знаете, я хочу сказать, что мы сейчас это очень хорошо видим. Потому что, собственно говоря, эти люди обеспокоены только своими зарубежными счетами, недвижимостью. И они сидели, помалкивали. Высоцкая, Собчак, которые пытаются все как бы через вопросы какие-то своим гостям навязать аудитории мнение, что все это, как бы, вот как написала Пугачева, имеет иллюзорные цели, вредит гражданам и так далее. При этом открыто не высказывается, потому что понимают, что потеряв здесь деньги, она больше нигде заработать ни на чем не сможет. Значит, и еще очень много людей, которые сидят потихоньку, зарабатывают деньги, гребут лопаты их последние 20-30 лет, и сейчас молчат, потому что понимают, что они не могут потерять источник дохода в России. И хотя у них давно уже и дома, и яхты, и моря, и океаны, все за рубежом. Дети учатся за рубежом, лечатся они за рубежом, и плевать они, в общем-то, хотели на нас с вами. Поэтому, когда Пугачева пишет о гражданах России, мне интересно, что она вспомнила о них наконец-то. Вспомнила о них наконец-то. Значит, пятая колонна, я скажу так, потому что иначе никак, мне кажется, это мое субъективное оценочное мнение. Мы с вами говорили, Высоцкая, Собчак. Так вот, знаменитости, поддержавшие Аллу Пугачеву. Давайте списком просто. Потому что те люди, которые у нее в социальной сети поставили лайк, а лайк это солидарность. А кто-то написал вообще комментарий, что вы суперкрутая Алла Борисовна, что вы так можете. Вообще, значит, Алла Борисовна рискует, мне кажется, в своем возрасте, объединяя вот так людей вокруг себя. Мы знаем такие объединения. Значит, и вот что пишут на странице в социальной сети под постом Аллы Пугачевой в ленте комментариев и просто лайки поставили, значит, многие представители шоу-бизнеса, выразив солидарность с мнением Пугачевой. Позиция Пугачевой, по душе Максиму Виторгану, Нателли Крапивиной, это бывший продюсер Лободы, Марии Юмашевой, это внучка Ельцина, Евгению Кафельникову, наш теннисист, Лайме Вайкуле, но здесь все понятно, Семену Слепакову, Семену Слепакову, Звизда Камеди, значит, Данила Величко, я не знаю, кто это, Александру Гудкову, это Яузский, сбежал вроде он в Турцию, Кристине Арбакайте, значит, Леви из группы Би-2, поэтому не стоит удивляться, почему тут история была с Би-2, Елене Воробей, Арману Давлетярову, Это Муставе он рулил, сейчас он ушел тогда еще, я не знаю, чем он сейчас занимается, Вере Брежнева, естественно, Лободе, Юлии Высоцкой, Кириллу Сафронову, Айзе, певица Айза, Олегу Тинькову, Ринату Литвиновой и многим-многим другим, друзья. Значит, поддержала свою коллегу и легенда советской эстрады София Ротару, значит, из комментариев, которые поклонники Ринаты Литвиновой, написавшие в своем телеграм-канале слова одобрения певицы, Алла, мое уважение, многим понравились слова одной из поклонниц режиссера, значит, т-т-т-т-т-т, думаю, что обращение Пугачевой, та самая соломинка, которая переломит хребет верблюду. Я не знаю, кому они переломят хребет, кроме себя, но считаю, что вне зависимости от того, это народная артистка, гражданин обычный, так сказать, не имеющий званий, пекарь, токарь, я не знаю, кто угодно, но если человек допускает такие высказывания, он должен отвечать по тому закону, который сейчас есть. Время серьезное, граждане сплотились в едином патриотическом порыве, а элитка раскололась. Сильно хорошо живут, друзья. Понимаете, когда среднестатистический россиянин получает зарплату в 30 тысяч и погряз в кредитах и ипотеке, пытаясь прокормить семью, они жрут черную икру на лазурном побережье, и у них мысли уже совсем о другом. Поэтому единственная их мечта, это не чтобы Россия укрепила свой суверенитет и защитила свои земли, а их мечта, чтобы сытная, жирная жизнь не заканчивалась и насрать, извиняюсь за выражение, и на страну, и на людей, вне проживающих. Сытная, жирная жизнь, счета за рубежом и недвижимость, вот весь их интерес. А сейчас все это под угрозой, сейчас все это становится невозможным. За границей пнули под жопу, здесь другие условия, хорошая жизнь нужна им и ничего более. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счет, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании видео для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Напоминаю, что все новости политики, последние новости с передовой и так далее, мои видео без цензуры, которые там выходят. Телеграм-канал Будда Гришна новости, переходите, подписывайтесь. Значит, и здесь есть на ютюбе тоже канал Будда Гришна новости, он просто резервный, подпишитесь, чтобы не потеряться в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.